Уважаемые братья и сестры, сегодня у нас тема смерть. И часто, когда мы говорим про смерть, люди, бывает, боятся смерти. И часто имамы говорят с мимбаров про наказание в могиле. Но мало мы говорим про наслаждение в могиле. А как говорят ученые, Если бы знали, какая благодать ждет верующий человека в его смерти, вы бы друг друга живем бы закапывали, говорят ученые. Какая же благодать после смерти ждет верующий? Во-первых, мы должны понимать, что время очень быстро в Аллахе пролетает. Вот сейчас уже одна треть Рамадана пролетела быстро. Недавно только мы провожали прошлый Рамадан, ждали этот Рамадан. Но Рамадан наступил, 10 дней пролетело. Вторая часть еще быстрее пролетит. И так жизнь тоже проходит быстро. Как сказал Ибн Масикут, рада Аллаху Альху, Человек это количество дней. Если один день ушел от него, часть его тоже ушла. И каждый раз, когда у человека бывает, например, день его рождения, он радуется. А у нас один из ученых шейха говорит, Да, твое день рождения, хорошо, но ты еще на один год приблизился к смерти. Еще на один год приблизился к своей могиле. Поэтому верующий не боится умереть. Верующий почему не боится умереть? Потому что мы знаем, Аллаху Субхану Ата'аля нас сотворил для того, чтобы мы здесь наслаждались, чтобы здесь играли, забавились и забыли об Аллахе, о вечности. Аллах Субхану Ата'аля в Коране задает нам вопрос и говорит, Неужто вы думаете, что я вас сотворил здесь просто так играть, и вы ко мне не вернетесь? Значит, для чего Аллах Субхану Ата'аля нас сотворил? Аллах Субхану Ата'аля сказал, Я сотворил джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Поэтому наше с вами здесь основное прибытие в этой жизни, в Дуне, поклонение Аллаху Субхану Ата'аля. Поклонение Аллаху Субхану Ата'аля, это не закрыться в мечети 24 часа, только молиться. Нет, это образ жизни, отношение с Аллахом Субхану Ата'аля, отношение с людьми. И основная жизнь у человека начинается только после смерти. Когда вот, даже вот в Адатах, у татар, когда кто-то умирает, мульк сурасану кайлар, табарак сурасан, сураль мульк. И что там говорит Субхану Ата'аля? Аллах сотворил смерть и жизнь. Чтобы испытать, кто из вас лучше в дела. Аллах сказал, смерть, маут, вальхая, смерть и жизнь. Хотя вначале жизнь начинается, а потом только смерть. Но почему Аллах Субхану Ата'аля сказал, смерть, а потом жизнь? Потому что основная жизнь у человека начинается только после смерти. Абу Гурейра, рада Аллаху Аль, уплакал перед смертью. Тогда сахабы сказали, почему ты плачешь? Абу Гурейра сказал, я не плачу за то, что я расставился в этой жизни. Нет, у них не были сердца привязаны к этой дуне. А почему я плачу, Абу Гурейра, я плачу за то, что передо мной что-то длинное путешествие. Рай, человек, барзах, могила. Потом все мы знаем, братья, то, что перед нами, перед всеми, перед нами еще время, когда придет нам ангел смерти. Мы с ним встретимся. И не выбирает ангел смерти, ни пророков не оставил, ни богатых не оставил, ни правителей не оставил, ни обычных людей не оставил. Каждому пришел ангел смерти, и к нам также придет. Каждый мы понимаем, что к нам придет ангел смерти. Потом нас положат в могилу, потом мы воскреснем из могилы, потом пойдем перед Аллахом отвечать за нашу жизнь. Потом весы, сырат. И потом, поэтому Абу Гурейра говорит, Я плачу за то, что передо мной длинное еще путешествие. Мало у меня благих дел. Это Абу Гурейра, рода Аллаху Аня, говорит. Большинство хадисов от него пришло. А тогда что нас уже говорит? Ва килля тузаат. Моя убежденность слабая. Я боюсь, что не удержусь на мосту в судный день и упаду. Абу Гурейра, рода Аллаху Аня, сказал. Один из правителей, Макмун, перед смертью, когда смотрел на могилу, сказал. Яман, яман, язу лимулька, ирахамман, падзал лимулька. О, Тот Творец, О, Аллах, у Которого власть никогда не закончится, я Аллах. Смелостью над тем, чья власть закончилась. Был правитель мусульман Макмун, великий правитель, моя власть закончилась. Инна камейитун, ва инна мумайитун. Аллах, субханаля, обращается к пророку, саллаху Алейхи салам, сказал. И ты умрешь, и все люди умрут. Дауд, алейхи салам, перед смертью, когда пришел к нему Фиэтар, говорится, Фиэтар и передается. Когда Дауду, алейхи салам, пришел ангел смерти. И тогда спросил Дауду, алейхи салам, кто ты? Он сказал, я тот, который не спрашивает, когда заходит к правителям. Я тот, который не спрашивает, как не стучится перед тем, как войти в дворцы. Я тот, кто не берет взятки. Тогда Дауд, алейхи салам, сказал, значит, ты ангел смерти. Он сказал, дай, ангел смерти. Почему ты мне дал время подготовиться перед смертью? Тогда он говорит, я, Дауд, о, Дауд. Амай айна фулан, айна жавуд. Дауд, где тот твой брат, где твой сосед? Дауд, алейхи салам, сказал, мать, умер. Тогда Малик, Малик, ал-Маут, ангел смерти, говорит, не было ли это для тебя назиданием, чтобы понять, подумать о смерти. Этот умер, этот умер. Когда мы увидим человека хоронят, мы в этот момент, что? Мы берем для себя назидание, понимаем, что мы также умрем. Кто-то из вас видел, когда человек на его глазах умирает? Многие из вас видели. Вы видели, как перед тобой умирает твой близкий человек, и ты ему ничем поможешь, не можешь помочь. Хотя все готов для него отдать. Он уходит из этой жизни. И также эта смерть, уважаемые братья и сестры, может быть, придет к кому-то из нас, не будет какого-то знака, что человек вот-вот умрет. Может быть, это безболезнение, она резко приходит. Поэтому, когда человек умирает, пророк Мухаммад сказал, перед тем, когда сахабы передали, один раз мы прошли посланником Аллаха на погребальную молитву. Когда одного сахабу клали в ляхик, закапывали, пророк, взял деревяшку, и начал вот так вот копать землю, и начал говорить о смерти. И сказал пророк Саллаху Алейсаляму, когда человек уходит из этой жизни, и переходит в вечную жизнь, приходят к нему, если он был верующим, приходят к нему ангелы с красивыми лицами. В их руках саван и савана рая, с красивыми мисками духами. И когда выходит его душа, этот человек провожает свою душу. Ангелы берут его в руки, сразу же окутывают саван, моют водой рая, его мажут миском, миском рая, заворачивают его в кафель саван, передают друг другу и поднимают его на небеса. Когда доходит до первого неба, ему открываются эти небеса. И обращается к нему самыми лучшими именами, которые он любил в этой жизни. Какой-то сын такого-то. И запах, красивый запах, вкусный запах в небесах. Ангелы говорят, как прекрасен запах этого верующего. Кто это? Это такой сын такого-то. И так на второе небо, и до седьмого неба. Потом Аллах, субхану ва-та'аля, говорит, запишите его книгу в праведных обитачах рая. И верните его душу в его тело. Поистине я сотворил человека из земли, в землю его вернул, и из земли его воскрешу. И потом ему задают три вопроса. Это с каждым к нам придет. Ангел спросит, кто твой Господь? Верующий скажет легко, Раби Аллах, мой Господь Аллах. Какая твоя религия? Верующий мусульман скажет, Динейль Ислам. Моя религия Ислам. Кто твой пророк? Наби Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Мой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь он жил по его сунне, следовал сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда скажет, глашна ты с небес, мой раб говорит истину. И ему будет то, что он сказал. Постелите ему ковер в рай, он в могиле. Оденьте его в одежду рая, и откройте ему дверь в рай. И он увидит рай свое место в раю, на уровне горизонта, на расстоянии горизонта. И когда он увидит, придет к нему в красивом облике человек и скажет, что ты говорил о том человеке? О пророке Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Скажет, это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А что ты делал? Я читал Куран, поклонялся Аллаху, субхану ва-та'але. И тогда этот человек скажет, это тот день, которого ты долго ждал, и он наступил, твоя райская обитель. И тогда он сказал, ты кто такой красивый? Я работаю с салих, я твои благие дела, я твой пост в месяц рамадан, я твои намазы ночные, я твои слезы, которые ты проливал, саллаллаху алейхи вассалям. Ты меня таким красивым сделал. И тогда он увидит свое место в раю и скажет, о Аллах, сделай, чтобы так, чтобы побыстрее наступил судный день, чтобы я вернулся к своей семье и к своему имуществу, которое ждет меня в раю. Поэтому, уважаемые братья и сестры, смерть, когда человек умирает, это не страшно. Все мы должны умереть. Все умерли, и пророки умерли, и правители умерли. Но что, вопрос в чем? Готовы ли мы или нет ко встрече с Аллахом, субханава та Аля. И вот этот вот месяц рамадан, это та площадка, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Жизнь она быстро пролетает. У нас не должно быть время в этой жизни на какие-то косни, на какие-то плохие действия, плохие дела. Мы должны быть искренны с Аллахом, субханава та Аля. Это то, что требует от нас Аллах, субханава та Аля. Верующие, бойтесь с Аллахом, будьте справдивыми. А какая же награда в судный день? Это тот день, когда правдивым поможет их правда, честность с Аллахом, субханава та Аля. И в этот день, когда человек умрет, люди разделятся на две категории. Одна категория, о которых Аллах, субханава та Аля, говорит, да Аллах, чтобы мы не были из этой категории. Ангелы страшными лицами к каферам, к неверующим придут и прикажут им вытаскивайте свои души, своих тел, вы сегодня получите сильнейшее наказание, которое было вам уготовлено. А что же касательно верующих? Аллах, субханава та Аля, говорит, да Аллах, скажите, аминь, пока вы постите. Сейчас как раз тот час, когда Аллах принимает дуа, кажется, пророку, саллаху, перед ифтаром, перед ифтаром, в веру постящейся, есть час, когда Аллах, субханава та Аля, принимает дуа, аминь, дай Аллах, чтобы мы все были из этой категории. Аллах, субханава та Аля, говорит, «Инна аллазина перед смертью спустятся к ним ангелы и скажут слова, не бойтесь, не бойтесь, когда я буду забирать души, не бойтесь, это не страшно, смерть не страшна. Когда придет ангел смерти, второе, и не печальтесь, когда судный день, когда откроются врата рая, не печальтесь, заходите, и рай, вы будете там навечно, это вам награда за то, что вы сделали в этой жизни, за то, что вы правильно жили за то, что поклонялись одному Аллаху и предавали ему с товарищей. Прошу Аллаху, чтобы все вот эти люди, которые здесь сидят, братья, сестры, шейхи, абылара, апалар, чтобы не увидели наказание судного дня, все мы были из обитателя рая, как Аллах, субханава та Аля, нас вместе здесь собрал в этом шатре прекрасном, на поклонение Аллаху, судный день, чтобы Аллах нас всех вместе собрал с пророками, с шахидами, с праведниками, и как прекрасно это соседство субханава субханава субханава.